МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Руководила, значит, отклик прошел. Две плечевые залезли в кабину, завели двигатель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, тут с расстенутой дырой, от нее ускакивает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Руководил, уже ход набрал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прямо в столб. Бац! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, накаркал! Быстро в машину! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вызывай пожарных. Лех! Видел как-нибудь такое? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Здравствуйте. Здравия желаю. Редактор субтитров А.Кулакова Ну что, налицо пофес карьеры? Нас уже на ДТП вызывают. Исправляйтесь без наших. Чего вызовет? Вот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, кто хочет стать правителем Англии? Почему здесь это? Ну как же. Кто вытащит эскалибр из камня? Кто ты король Артур? Вообще-то, эскалибр Артуру дала владычица озера. В камне был другой меч, а и мечей всего было два. Так, коллеги, давайте-ка с одним разберемся. Что скажешь, Михаил Николаевич? Что? Смерть наступила от проникающего ранения, и тем самым эскалибром в область сердца. Передай мне экспертизу. Угу. Ну а что с другими повреждениями? Отдельные песни. На первый взгляд, они не должны были привести к смерти. Ну, впрочем, как говорит, вскрытие покажет. Останешься? Нет, я в отчете почитаю. Кстати, по поводу короля Артура. Говорят, кто-то из твоих поедет по обмену оптом в Англию? Посмотрим. Старый и мудрый Мерлин еще ничего не решил. Спасибо. Ну что, подал заявление на стажировку? Я не просто подал. Я убежал, что я полечу. Отбороченный матч Манчестер Юнайтед без меня что-нибудь пройдет? Пустите, куда-нибудь без тебя. Ну, придется. Я тоже подала. Да ладно. Ну что ж, победит сильнейший. Да забудь ты править след. Чего так к нему прицепиться? Он не имеет отношения к делу для кого-то. Ну, как не имеет? Кто-то же подъехал сюда, вышел, подошел. И что, сделал селфи на фоне горящей машины и пошел дальше? Я думаю, человек не справился с управлением, был не пристегнут. Вылетел через лобовое стекло. Кто-то же добил его потом мечом. Кто-то, чьи следы затоптали пожарники, гайцы. Этот сон поджег машину. От удара такой силы возгора невозможно, но маловероятно. А в сочетании с гербом огненной розы, это вполне логичная версия. Вполне бредовая версия. Слушай, логика и бред это родственники. Вопрос номер один. Почему машина была без номеров? Это вопрос номер два. Вопрос номер один. Откуда там взялся этот меч? Пришла экспертиза по мечу. Артефакт? Новодел. Клинок, алюминиевый сплав, рукоять, латунь. Толкинист какой-то. Нет, ну, хотя сейчас это в тренде. На рукояти отпечатки погибшего в базах их нет. Документов при погибшем тоже нет. Еще найден сгоревший мобильный телефон, и он хорошо сгоревший, остался только кусок спекшейся залы. А я не понимаю, а машину по номерам нельзя пробить? А ты позвони нашим ребятам, поделись свои же идеи, а то вдруг они не догадались. Подожди, а он же сейчас не серьезный? Номер нашли! Задний! Вон там! Взрывом отбросила. Автомобиль зарегистрирован на Веронику Гаршину, 22-х лет. Незадолго до ДТП она подала заявление об угоне. Гаршина Вероника Антоновна, студентка четвертого курса инъяза, средний балл. Средний балл средний. Так, отец Антон Гаршин, 45 лет, владелец сети продуктовых магазинов «Облако». О, слушай, ну с таким отцом можно не только средний балл иметь, но и ниже. Постоянно проживают в элитном коттеджном поселке. Да, круто. Ну где-то же им надо жить. Так, Олег, коттеджный поселок «Синяя даль». О, так это километр к семи от вас. Здравствуйте, следственное аналитическое управление. Можно войти? А где пажи, эти алибарщики? Ничего себе. Здравствуйте. Я думал, тут одна принцесса, а вас целых две. Это Жанна Анна Фрейлина. Вы по поводу угона? В какой-то степени. Расскажите, как это произошло? Ну, вчера вечером у нас тусы была. Ну, я машину во двор не загнала. Ну, а что, все свои? А ключи? Ключи, видимо, тоже в машине оставила. Все же свои, да? Ну, да, точно. А потом гляжу, машины нет, ну, сразу в полицию позвонила. Как позвонила? По телефону? Я думал, вы голубиной почты пользуетесь. Так вы про платье? Понимаете, мы участвуем в реконструкциях. Ну, знаете, вся эта средневековая тема. Принцы, принцессы, драконы. Ну, понятно. Завтра как раз репетиция. Вот костюмы и примеряли. Скажите, а алебарды, кинжалы, мечи тоже в вашу атрибутику входят? Да. А почему вы спрашиваете? Скажите, а это кто-то из ваших? Сашка. Мальков. Его убили? Ну, как видите, только перед этим в ДТП попал на вашей машине. Ролевик тоже. Да. Получается, он угнал машину и... Зря, зря я вчера с ним так. Как так? Вы поссорились? Да нет. Вероника вчера отшила его. Да не реви ты. Откуда ж ты знала, что он после этого? Кто же его так, а? Ну вот, пытаемся выяснить. Скажите, а может был кто-то, кому не понравилось, что он к вам приставал? У вас есть парень? Да, Артур. Вы думаете? Да нет, его вчера здесь даже не было. А Артур в этих играх, в ваших, надо полагать, принц, да? Нет, то есть, ты король Артура, король. Мама приехала. Папа, Сальку убили Малькова. Я из аэропорта только что. Что случилось? Убитый Александр Мальков, однокурсник Вероники Гаршиной. Не из Москвы, из не очень обеспеченной семьи. Рискну предположить отличник. Да, победитель Олимпиад, подавал большие надежды. Надежда современной науки. Да уж, взрослые люди ведут себя как идиоты. Ну почему сразу как идиоты? Прости, пожалуйста. Нет, ну если вот так вот посмотреть, то да, вы действительно чем-то даже похожи. Так, ну насколько я знаю, ролевыми играми занимаются не только студенты, но и менеджеры, и бизнесмены. Да, Андрей Владимирович, вот взгляните. Один из них крупный бизнесмен, второй топ-менеджер. И называли себя они очень скромно Орден Огненной Розы. Во! Класс! Так, ну а кто глава Ордена? Ухажер Вероники. Артур Королев. Король Артур. И по игре, и по жизни. Вот что, ребят, сейчас расскажу. Смотрите, только что вышел с пары, и этот историк совсем заколебал. Вы понимаете, мне, гениальному поставить трайбан за этот реперат. Короче, Лёха, смотри, сейчас остаемся после пары. Артур Королев? Да, и что? Ничего, следственное аналитическое управление. Пойдем в сторонку. Были ли у меня конфликты с этим Мальковым? А у вас были конфликты с плесенью? Или с тараканами? Это же бред. Ну, сказал я ему пару раз, чтобы он не ошивался рядом с моей девушкой. Девушка Вероника Гаршина? И что, были причины намекать? Ну, он был в нее влюблен. В рыцаря записался. А какой из него рыцарь? Он же шут. Всю жизнь у меня в пожах проходил. А она на него даже не смотрела. Похоже, вы не очень скорбите из-за смерти вашего подданного. Да нет, нет, что вы. Скорблю. И товарищи тоже. Где был вчера ночью с 12 часов? Вчера я был в баре. Старый замок. Слыхали? Вы хоть кого спросите? Вы узнаете? Мы спросим. Спасибо. Вы проверьте. У меня есть свидетели. Спросите. Рыцарь печального паперса. Да, Коляк. В переводе на русский автомобиль с номером, зарегистрированным на Веронику Гаршину, дорожные камеры в районе ДТП не зафиксировали, Андрей Владимирович. Да, похоже, он все камеры проселками объезжал. Так, что у нас с геолокацией мобильного Малькова? Ничего. Телефон был выключен, а потом полностью сгорел. Так, какой водительский стаж у Малькова? Никакого. Даже прав у человека не было. Прав не было, а камера объезжал. Странно. Погодите-ка. Насколько я помню, камеры фиксируют автомобили по переднему номеру, не так ли? Ну да, обычно так и происходит. А что? А, точно, автомобиль же был без переднего номера. Надо искать. Автомобиль без переднего номера. Да, король Артур нынче не тот пошел. Не может у тебя нерешимости, а из безумства, только безумный страх, что тебя в убийстве заподозрил. Перевелись нынче рыцари на Руси, да? Это намек какой-то? Намекаешь, что ли? Намекаешь, что я тебе должен поездку в Англию выступить? И что здесь, это разные вещи. Ну вот, о том и речь. Ой, слушай, можно подумать, что как будто дамы сейчас слабые, беззащитные. Если бы при короле Артурии были бы дамы со вторым данным тэквондоличем у тебя, так он бы их в Христово походы брал. Сейчас бы весь мир одни по писсу бегали бы. Простите, вы из полиции? Да. Вы насчет убийства Саши, да? А вы, простите, кто? Я Наташа Пасько, однокурсница. И я точно знаю, кто убил Сашу. Это Вероника и Жанна, подружка ее. А почему вы думаете, что… Да потому что они постоянно над ним издевались, понимаете? Саша, он был другим, он был добрым, талантливым, он… Наташа, я понимаю, что вы, наверное, очень хорошо относились к Саше, но если у вас есть какие-то конкретные факты об убийстве, то… Никакого убийства не было. Вот такой вот конкретный факт. Так вот, началось с того, что я предположил, что камеры не зафиксировали машину, потому что у нее не было переднего номера. Прости, но, по-моему, Андрей Владимирович предположил. Эээ, ну, ну да. В общем, далее. Я прогнал камеры на предмет поиска автомобиля конкретной марки без переднего номера. Мне для этого пришлось набросать специальную программку. Мне пришлось. Ну, да, тебе. Ну, вот она машина Вероники Гаршиной. А что у нее с лобовухой? Не знаю. Возможно, когда Вероника отшила малькова, он в сердцах взял большой булыжник и кинул его в лобовуху. А потом уже угнал автомобиль. Но это сейчас не важно. Важно, что он не умел водить. Сидел за рулем. У него еще нарушен обзор из-за лобового стекла. Что бы вы сделали? Я бы вывела его рукой. А рукой не дотянешься. Тогда он с заднего сидения взял меч для ролевых игрищ. И рукояткой пытался выдавить лобовое стекло. Но в тот момент потерял управление. Машину закрутило, завертело. Она ударилась в дерево. И он в прямом смысле сам насадил себя на меч. Так вот, я тут набросал схемку. Ну, не пиксар, конечно. Ну, так понятно как бы. Это вместе с Пашей нарисовали. Не-не-не, просите, пожалуйста. Вот что твое, то твое. Ну, а так, Оскар. Ну, за графику. А вы шефу показали? Разумеется, Андрей Владимирович сказал. Андрей Владимирович сказал, что нужны доказательства. Я тут поторопил технарей. Так вот, они на рукояти меча обнаружили мелкие осколки лобового стекла. Вот, что я вам говорил. А еще кровь. И эта кровь не Александра Малькова. Итак, подытожим. У нас две версии. Первая. Мальков угнал автомобиль и сбил человека. За разбитое стекло, пропавший передний номер и чужая кровь. Сначала на лобовом стекле, а потом на рукояти меча. Никаких заявлений о том, что в том районе кого-то сбили, нет. Может, Мальков труп спрятал? Маловероятно. У Александра были с кем-то разборки, в ходе которых он поранил противника рукоятью меча. Хотя, это тоже не стыкуется с характером погибшего. Давайте предположим, что Мальков подрался с кем-то из ролевиков. В таком случае, у кого-то из них должна остаться ссадина. Скорее всего, на лице. Потому что все остальное защищено. Кстати, Гаршина говорила, что завтра утром у них будет репетиция. Ну, вот и поищите эту ссадину. Маловероятно. Привет, Олимпийский. Звучит музыка. Песня. 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 Да. Песня. Песня. Надо бы побеседовать с каждым славным рыцарем, если король Артур не против. Нет, нет, я не против. Да мы с Сашкой практически не пересекались. Мы с ним в разных отрядах. Я разбойник, а он хоть паш, но рыцарь. Ну, а другие рыцари как по жу короля относились? Чмырили они его. Вон там среди них и белая ворона. Кстати, парни поговаривают, что он вот в это вот влюбился по уши. Вероника Горшина? Угу, первая леди короля. Книда редкостная, но это король. А девчонка ничего, нормальная. Соткнишь, спасибо. А теперь ты послушай меня. Я буду делать то, что я считаю нужным, понятно. И вообще это не твое дело. Тебе всегда было на меня наплевать. А теперь мне наплевать на тебя. Все! Полина Семельникова, старший лейтенант, следственное аналитическое управление. Здравствуйте. Здравствуйте, да, мы так и не познакомились. Старший лейтенант, это серьезно. Не хотела вам мешать какие-то проблемы? Да нет, хотел Веронику увезти в Европу на недельку-другую. Может, это незаметно, но она очень переживает по поводу смерти этого паренька. Да, вы правы, не незаметно. Что? Да нет, ничего и что, Вероника отказывается ехать. На днях это ролевая игра, она уперлась, хочет в ней участвовать. Извините, Антон Сергеевич, я вам не помешал? Ну что, вы же корот. Ну, бросьте, бросьте. Я поговорил и с Вероникой, и с ребятами, мы можем провести игру и завтра. Вот так сразу. Ну, а что? Раз у нас все готово, так что теперь Вероника сможет и поучаствовать, и уехать на пару дней. Спасибо. Спасибо. А это не опасная, эта ваша игра? Антон Сергеевич, ну не первый раз. Ну, хотите, мы можем даже вам сбросить сценарий. Там все поминутно расписано. Хорошо, пришлите. И меня куплю, поставьте, пожалуйста. И что же удалось узнать нашим доблестным органам? Тайны следствия. Ну, от такой прекрасной дамы у вашего покором слуги совершенно нет секретов. Бросьте. Ну что, вовычи, страшно? Девокороль, Робинфуд приехал. Ну, кто? Давай, давай, навезу, навезу. Сволочь. Вставай, вставай. Вот и принцесса. Где твой король? Я? Король. Ты слезняк, а не король. Вот он король. Если у него дочка принцесса, значит, он король. Смерть за смерть, король. Жизнь за жизнь, король. Тихо, 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 тихо. Да, есть. Есть, Андрей Владимирович. В Соболевке, это уже Владимирская область, два дня назад пропал Леонид Крапов, 68 лет. Это, конечно, единственный человек, который пропал в России два дня назад. Нет, но единственный, чья группа крови совпадает с кровью, найденной на рукоятке меча. Я в поликлинику звонил. А также единственный, кто хоть и живет в другой области, но в том же направлении, что и место ДТП, в котором погиб Мальков. Молодец. Молодец. Спустите, фашисты, уйдите. Вот и пути, мой. Быстро батарейка села. Кто это? Игнат. Игнат Головин. Мой лучший друг. Ну, это заметно, что лучший. Ну, мы раньше были не только друзьями, а и партнерами. Он вообще безобидный. Ну, да, безобидный. Тут безобидный сейчас мог кого-нибудь убить запросто. Не мог. Игнат, стрелок от Бога. Захотел бы попасть, попал бы. В любом состоянии. Это вы к чему говорите, Антон Сергеевич? Отпустите его. Под мою ответственность. Я за ним прослежу. Вы понимаете, о чем просите? Он мой друг. Похоже, нашли нашего потерявшегося. Леонид Краков. Надо срочно в Соболевку ехать. Под вашу ответственностью? Хорошо. Спасибо. Леня позвонил с работы. Сказал, что выходит. И... А в полицию обращались? Да. Сказали, что запил. Если через три дня не появится, то снова приходите. А я сердцем чувствую. Скажите, а ваш муж с работы пешком шел? Да. А что ходить? Через лесок и два километра вдоль трассы. Показать сможете? Да, сердцем чую, это, конечно, аргумент. Слушай, помолчи, а. Есть вещи, которые способны почувствовать только близкие люди. Ну, или люди, которые не очерствели на работе. Окончательно. Постой? Постой, постой. Просто кое-кто окончательно испортен цивилизацией. В этом кое-ком не осталось ни романтики. Номантики. Не рыцарство, да? Ты была права. Перелом основания черепа, множественные травмы, характерные для ДТП. Время смерти? Двое-трое суток. Точнее, скажу, после вскрытия. Андрей Владимирович, а ты уверен, что это тот самый человек, которого сбил Мальков? Ну, сам по суде. Рядом нашли передний номер автомобиля Вероники Гаршиной. Думаю, Мальков угнал машину, сбил человека, попытался спрятать тело, запаниковал. Ну, а по пути попробовал выдавить лобовое стекло. Результаты знаешь. Ну, что сказать, карма? Ну, карма не карма, а факты и вещи прямые. А еще упрямее тот, кто, видя факты, не задается вопросами. Например? Например, почему Мальков, сбив человека, отправился в сторону Москвы? Да, между прочим, с явными признаками ДТП. Почему он вообще не оставил угнанный автомобиль? Запаниковал. Гениально. А как тогда субтильный подросток так быстро смог спрятать тело, что за это время ни один автомобиль по шоссе не проехал? Ну, может, успел. Проехали, не остановились. Надо сейчас, знаешь, как бы. Да. Пропустите. К нам пожаловала Наталья Пасько. А, это девушка, которая была влюблена в погибшего Малькова. Ну, давайте теперь будем опираться не на факты, а на эмоции. А почему бы и нет? Если они основываются на фактах. Кстати, хорошо сказал. Полин, ты побеседуй с ней? Ну, это полный бред. Этого просто не может быть. Чего? Что Мальков сбил пешеходом? Да нет, то, что он после этого спрятал тело. Он на это был не способен. Почему вы так уверены? Потому что Саша был абсолютно другим человеком. Вы его не знаете. Он однажды шел по улице. Человеку стало плохо. Он единственный, кто остановился, вызвал ему скорую и доехал с ним до самой больницы. Он на всех этих играх исполнял роль пожа, несмотря на то, что это он был настоящим рыцарем. Единственным. Понимаете? Это все потому, что он был влюблен в эту... Веронику. Знаете что? Идите вы все к черту. Вы сами для себя здесь уже все решили. А я сама с этим разберусь. Дамочка с характером. Как я и говорил, одни эмоции. Если бы она отрицала, что Мальков сбил человека, это были бы эмоции. Но Наталья отрицает, что он мог лынокровно спрятать тело. А вот это похоже на правду. Видели? Александр Мальков был настоящим рыцарем, оказывается. Ну вот, а ты говоришь, что рыцари перевелись. А ну да, получается, что... Доблестные рыцари! Когда луна взойдет на самый верх, нас ждет смертельная битва со злом. Приготовьте свои славные мечи! И сдайте свои мобильные телефоны. Итак, коллеги, а что, если Наталья права? Когда сбивали пешехода, за рулем был не Мальков, а кто-то другой. Кто? Вероника? Исключено. Потому что геолокация ее мобильного телефона утверждает, что ее телефон весь вечер пролежал дома. Кстати, ее подруга Жанны тоже подтверждает, что Вероника была дома. Черт! Как же я раньше не допер? Телефон Жанны. Во временной интервал, когда сбили крапу, он находился в том же самом месте. То есть, получается, что за рулем была все-таки Жанна. Кто-нибудь хоть раз видел Жанну за рулем автомобиля Вероники? Да, может, Наталья знает. Я что-то пропустил? Не переживай, одни эмоции. Для тебя ничего интересного. Я поняла. Спасибо, до свидания. Ребят, в общем, Наталья телефон оставила дома. Трубку взяла ее мама и сказала, что она только что ушла. Но до этого она пришла очень взволнованно, она взяла ключи от своего мотоцикла и лук. Лук? Ну, ты что, в 21 веке? Она мастер спорта по стрельбе из лука. Сейчас игра начнется. Я знаю, куда она уехала. Ну, Маша решила разобраться сама. Давайте. Звони срочно Веронике. Уже. Отключен. Ну, давай поднажми. Слушай, ты действительно считаешь, что эта девчонка может отомстить Веронике, убьет ее из лука? Да, я считаю. Встречаются еще девушки, способные на отчаянные поступки. Мужчины, конечно, тоже встречаются, но реже. Так, в мой огород залетело. Что героическую твой мальков сделал, можешь сказать? Имитировал угон, прикрывал девушку. Ага. Влюблен в Веронику, а прикрывал Жанну, да? Давай рули. Умный. Правым данным мне небесами, я объявляю начало битвы. Добра за злом! Ура! И пусть сегодняшняя битва будет посвящена нашему павшему товарищу. Да, он был всего лишь пажом. Хватит. Он был никчемной тварью, но он убил человека. Так что хватит трепаться и начнем на король. Начнем! Черт. Олег. Так, твоя подруга на байке. Видать, ты без мигалки справился? Рыцаре! Спасем наших дом! Ваше Величество, и медленно в башню. Не уверены в победе? Мы проиграем. Вы знаете, что делают в башне. Я их задержу. Стоять! Игры кончились. Ты что, дура? Бери лук. Ну да, я дура. Сашка дрянь. А ты тогда кто? Черт из два. Дрянь это ты! И тебе конец! Игры кончились. Помогите! Слышь, дура! Быстро пошла отсюда! Ты что, дура? Быстро пошла! Давай, иди! В башню! В башню, я сказал! Жила твоя, принцесса, ее здорово! Черт! Она оттуда бежала! Давай, скорей, зайди! Стоять! Зараза! Пустите! Что здесь происходит? У меня для вас плохие новости. Там ваша дочь. Что? Где она? Где моя дочь? Где она? Этона угрожала Веронике! Тихо, 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 тихо! Вы что, не видите, что это она ее убила? Кого? Я никого не убивала! Вот стрелы! Вот звук! Не ее стрела, ее стрела длиннее. Ну и не звук, убили! Арбалет! Нашел он там, в лесу, за деревьями! Арбалета дома не хватает. Я даже знаю, где он. Жив? Пакуем? Мертвый и мертвецкий пьяный, это разные вещи. Хотя и кибана та же самая. Господин Голодин. Со мной согласен. Ну и как быстро ты его в сознание сможешь привести? Ну, чтобы начал двигаться полчаса. Чтобы разговаривать где-то час. Ну, а чтобы понимал, что сказал, это только завтра. Содержание алкоголя в крови почти несовместимое с жизнью. Как, черт возьми, в таком состоянии он смог выстрелить, а главное попасть? А это точно он стрелял? Ну, арбалет и стрела его. Как он сумел? Ну, а может он напился после? Давай, Андрей Владимирович, я займусь клиентом, а ты завтра сам у него все и спросишь. Ну, а ты пока поищи мотив. Спасибо, что напомни. Здоровья. А вот и мотив. Я гениален. Ну, поделись тогда своей гениальностью, а то у нас дефицит. Вот. Вот. Некоторое время назад Антон Гаршин и Игнат Головин имели общий бизнес. Два года назад они вместе с дочерьми поехали на Байкал кататься на лодках. Лодка перевернулась и Оксана погибла. И Головин обвинял в гибели своей дочери Гаршина. Верно. Веронику он спас, а Оксану... Смотрите, сегодня как раз годовщина. Ну, видимо, Головин считал, что его друг и партнер может спасти обеих девочек, но испугался. То есть именно поэтому в годовщину убийства Оксаны он решил оставить Антона без дочери? Ну, да. Все указывает на это. Напился, приехал на место игры, стрелял из арбалета. Черт. Должен был я его сдать в участок. Должен был. Теперь у нас три трупа. Это ты меня и настораживает. Не понял. Мальков сбивает пешехода, затем гибнет сам, а сегодня убивает Веронику. Ну, и какая связь, Гидни? Вполне вероятно, случайность, совпадение. Эти дела никак не связаны. Так бывает. Может быть, но в совпадение я не верю. В общем, нам нужно снова вернуться к событиям той ночи. И у нас остался только один человек, который может нам все об этом рассказать. Да какая разница, что произошло той ночью? Вы понимаете, Веронику убили! А могли, между прочим, и меня. Причем тут эта долбанная машина? Послушайте, успокойтесь. Что успокойтесь? Это вы успокойтесь и начните уже искать убийцу. А не морожите мне голову всякой фигней? Фигню, Жанна, пока что говорите вы. Той ночью вы были в машине вместе с Александром Мальковым. Вот данные ваши геолоказы. Напилайся тогда. Это все мы напились тогда. Да, но вы были за рулем. Нет, за рулем была Вероника с Сашей. Я напилась и осталась дома спать. Вероника прихватила мой телефон. Случайно у нас одинаковые. Если вы хотите сказать, что человека сбила Вероника? Да. Потом попросила Сашу изобразить угон. Приехала домой, вызвала полицию. Меня попросила ни о чем не говорить. Уйдет, как дышит. Хочется пихнуть и на мертвеца. Втроем были в машине, втроем и тело прятали. Это очевидно. Как и то, что за рулем действительно была Вероника. Ну, а Мальков действительно хотел прикрыть дому сердце. Отогнать машину подальше, бросить ее там и представить все как версию с угоном. Даже не умею водить. Похоже, для Малькова вся эта рыцарская мишура была непустым звуком. Кстати, о рыцарях. Я хотел с вами поговорить насчет стажировки в Лондаре. Да не сейчас. Дело не закрыто. В общем, вы с Полиной с утра поезжайте в поселок, опросите всех и каждого. И про ту ночь, и про смерть Гаршины. Кто где был, что видел. А головы не с арбалетом. Это в первую очередь. Может быть, кто видел, как он вышел, как вернулся. Но я поговорю с ним лично, когда он очухается. Ну, вот, Андрей Владимирович, откачали клиент. Зря откачали. Надо было дать подохнуть. Что я натворил? Ты ему не сказал? Нет. Хорошо, Игнат Валерьевич. Начнем с того, что вы помните из вчерашнего дня. Мало что. Телек смотрел. Потом в ящик бухла подогнали крутого. Когда-то я и сам мог такое купить. Стоп. Кто подогнал? Как подогнали? Добрый человек, надо полагать. Курьер привез. Ему было плевать, что в ящике. Кто заказал. Ну, я и... У меня вчера повод был. Годовщина Оксанки моей. Погодите, вы куда? Что я сделал? По версии следствия, вы убили Веронику Гаршину. Дочь Антону? Не помню. Не помню. Продажа алкоголя через интернет запрещена. Значит, курьер был левый. Ей прислал его тот, кто хотел, чтобы Головин гарантированно напился. А повод к несчастью у него был. Нет, а я все равно не понимаю, кому понадобилось убить Веронику. Или не Веронику. А что, если вчера мне это показалось фигурой речи? Вы видите вчерашний допрос Жанны на мониторах. Минуту. Понимаете, Веронику убили. А могли, между прочим, и меня. Стоп. Веронику убили, а могли и ее. Что? Сценарий игры у нас есть? Да, король Артур посылал Синельникова сейчас. Вот. Повыше прокрути. Стоп. Ух, смотрите, то есть получается, Вероника и Жанна должны были поменяться нарядами. Чтобы противник захватил в плен не принцессу, а ее фрейлину. Под вуалями лиц не видно. Получается, изначально планировали убить Жанну. Только что-то помешало девушкам переодеться. Набери-ка мне короля Артура. Ну да, девчонки должны были переодеться. Это такая тактическая хитрость. Почему не переоделись? Так прибежала эта сумасшедшая Наташка Пасько. И все пошло кувырком. Итак, убийца хорошо знал головина, где тот живет, какой алкоголь предпочитает и даже день смерти дочери. Стоп. А почему игра проводилась именно в этот день? Совпадение? В докладе Доронина упоминается, что игра планировалась через неделю, и ее перенесли. Отец Вероники, Антон, он планировал куда-то уехать со своей дочерью. Значит, все-таки отец Вероники. Господи, с вами Андрей Владимирович. Зачем же ему убивать собственного ребенка? Если он знал сценарий, он также знал, что в костюме принцессы будет Жанна. Слушайте, а он знал. Потому что сценарий высылался ему и Синельниковой. А Жанна на допросе проговорила, что могли убить ее. Проверь срочно все счета Антона Гаршина. Меня интересует снятие крупной суммы наличных. Тогда получается, что девушки не поменялись одеждами совсем не случайно. Жанна о чем-то догадывалась и может свою догадку доказать. Есть! Снятие крупной суммы наличных. Вчера. Десять миллионов рублей. Андрей Владимирович, а что это может подтвердить? Шантаж, Прасковья. Шантаж, он же мотив. Антон Сергеевич! Ты? А вам не кажется, что у нас появилась тема для разговора? Тема? Вот да. Очень важная. Жирнее раза в два предыдущий. Садись. То есть, получается, Жанна оказала свету ночью в автомобиле не случайно? Ты же наверняка видела ролики в сети, где отмороженные придурки мчатся на полной скорости и снимают себя на смартфон. Получается, Жанна сняла на телефон Веронику за рулем и момент наезда. Отличный повод предъявить небольшие финансовые требования отцу Вероники. Но Гаршин оказался тертым калачом. Понял, что Тайя не остановится и решил ее убить. Убить, подставив Головина. Гаршину удалось с помощью Артура перенести дату игры. Я поговорил и с Вероникой, и с ребятами. Мы можем провести игру и завтра. Артур. Спасибо. А затем он оказался дома у своего бывшего друга. Отмазал его от злых ментов. На самом деле, ему был нужен арбалет. Головин лежал дома, а в это время Гаршин убивал, как он считал, шантажистку. Сделал все для того, чтобы следствие обвинило Головина. Якобы тот мстил за гибель дочери. Далее бросил арбалет и сделал вид, что только что приехал. Что здесь происходит? Антос Сергеевич? Не представляю, что он почувствовал, когда поднял вуали и понял, что убил собственную дочь. Так, подождите. Остается вопрос. Почему Жанна отказалась переодеваться? И вообще, как она могла понять, что ее собираются убить? Это не важно. Может быть, видела, как Гаршин выходит с арбалетом из дома Головина? Важно другое. Черт. Сигналы телефонов Жанны и Антона Гаршина исходят из одной и той же геопозиции. Очень стремительно перемещаются. Вот что важно. Жанна оказалась не настолько умной, как хотела показаться ей на свою голову. Решила продолжить шантаж. Срочно звоним. Не хотите ответить? Ну и правильно. У нас с вами более важное дело. Не переживайте, Антон Сергеевич. Сейчас поедем в банк и все это закончится. А все уже закончилось. Ты не заметила? В смысле? Если вы что-то задумали, имейте в виду, запись, где вы выходите с арбалетом из дома Головина, сохранена у меня в облаке. Мигом уйдет прокуратура. Снимать любишь? Вокруг столько всего интересного. Я все предусмотрела. Кроме того, что мне уже плевать на прокуратуру. И на себя. А уж на тебя. Остановите. Куда мы едем? Вернитесь на шоссе. Заткнись. Она просто дура. Решила продолжить шантаж, когда отец Вероники в таком состоянии? Она что, не понимает, что Гаршину больше нечего терять? Она морально урод. Мерит всех по себе. Они едут к месту реконструкции. Туда, где Вероника погибла. Сообщи ребятам. А ну, Вась! Вылазь, я тебе сказал! Сюда. Давай. Иди, что я сказал! Пошла вперед! Доктор Сергеевич, пожалуйста, не надо. Я вас очень прошу. Два года назад у меня был выбор. Погибнуть самому или спасти дочь друга. Я струсил. А потом меня Бог наказал. Но теперь у меня есть выбор. Уйти самому или утащить с собой такую тварь, как ты. Пошла! Бросьте оружие! Она на линьяге далеко. Такой выход, значит, выбрал? Он маньяк! Он сумасшедший! Он хотел меня убить! Вы арестованы. В смысле? Вы с ума сошлись? За что? За участие в укрытии преступления. Шантаж. Долго перечислять. Вы понимаете, это ошибка какая-то. Вы знаете, вот если бы Вероника жива была, она бы вам вот, она бы вам подтвердила это. Это не я. Как думаешь, ее удастся посадить? Надеюсь. Слушай, насчет Лондона. Я тут подумал. В общем, я забрал заявление, так что... Серьезно? Да. Привезешь мне магнитик с Биг Беном. Пожалуйста, как это галантно. Дала. Спасибо. Но я не привезу тебе магнитик. Я не еду в Лондон. Почему? Потому что я не собиралась. Я не подавала заявления. Ну зачем ехать в Лондон, когда вокруг такие рыцари? Какие рыцари? Ты о чем? У меня манчат. Чувит, товарищ. Занятина. ПОТИТЕЛЯ ПОТИТЕЛЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok